Привет всем нашим подписчикам и зрителям по всему миру. Вы видите за мной прекрасное море, и хочу побеседовать с вами о значении термина «тупые деньги». Кто такие эти тупые деньги? Давайте поговорим об этом. Итак, ребятушки, добро пожаловать снова на канал. Я с вами говорю из Южного Уэллса, Мамблс. Очень прикольный городок. Всем рекомендую его посетить. Итак, я хочу поговорить в этом видео с вами о значении термина «тупые деньги» или «толпа». Мы говорим с вами постоянно о том, что на рынках, будь то биткоин или фондовый рынок, или золото, или форекс, и мы все время говорим о термине «тупые деньги». Но кто такие эти тупые деньги? Мы говорим о том, что тупые деньги думают, что они делают. Но вопрос в том, кто есть эти тупые деньги? Кто эта толпа? Да, я сразу извиняюсь, что немножко трясется, потому что я держу камеру руками без штатива, но давайте попробуем ответить на этот вопрос. Кто же эти тупые деньги? Много лет назад я думал такую вещь, причем я ошибался, что тупыми деньгами являются все те, кто не являются институциональными трейдерами. Я думал, и опять же, это то, во что многие, большинство верят. В мейнстриме большинство людей верят в то, что тупые деньги — это, в принципе, все розничные ритейл, непрофессиональные трейдеры и инвесторы. То есть, грубо говоря, что тупые деньги — это просто обычные розничные домашние мамкинные трейдеры, или там какой-нибудь средний Вася с улицы. Но знаете что, ребят, я поменял свое мнение об этом. Я думаю, это было неправильное поверхностное понимание этого термина. Теперь я могу с уверенностью сказать, что я ошибался, потому что это нечестно, несправедливо, потому что это делает большинство людей тупыми деньгами. Я не думаю, что это правильно. Через мгновение я хочу показать вам фрагмент, где мой хороший друг Гай Коуэн говорит о том, кто такие тупые деньги. Перед тем, как мы перейдем к этому интервью, дайте я вам скажу, что я думаю теперь, кто такие тупые деньги. И мне поможет в этом разобраться мой хороший друг Джейсон Гепперд, трейдер, который очень круто понимает в сентименте рынка, эксперт по настроению и эмоциям на рынке. И вот как он определяет тупые деньги. Он говорит, что это унижающее слово, то есть это не хороший термин, как вы понимаете, это унижающий термин. И что это обобщающее определение тех инвесторов, которые используют стратегию следования тренду. И Джейсон говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы следовать тренду. Но вот в чем основная тема. Фишка в том, что проблема возникает, когда они становятся настолько уверенными, что берут самые большие лонговые позиции после того, как рынок уже сильно вырос, и не берут их после того, как рынок сильно снизился. И это происходит только потому, что они склонны к большому вовлечению возле рыночных пиков и теряют всякую уверенность возле рыночного дна. Вот почему их называют «тупые деньги». И я думаю, что это абсолютно крышесносное и самое правильное объяснение, что такое тупые деньги. Когда цена улетает просто в космос, становится невероятно перекупленной, это именно то место, где некоторые тип трейдеров и инвесторов окончательно решают зайти на всю котлету вверх и взять еще маржин лонги, самые большие лонги. И обычно в этот момент цена разворачивается и падает. И мы видели это и с биткоином, кстати, с вами. По 60 тысяч и по 50 тысяч мы видели, как люди, которые никогда не думали вообще про биткоин, и не имели к нему интереса. Я помню, я получал некоторые сообщения от людей, от друзей, которые мне писали, «Олесю, где купить биткоин?» «Как мне купить биткоин?» И вот это был как раз тревожный сигнальчик, потому что они никогда не показывали интересов. Так что да, ребята, если вдруг у вас кто-то из вашей семьи или школьных друзей спрашивает, где им купить биткоин, это хороший знак, что, может быть, стоит зафиксить часть прибыли. И я не хочу обидеть никого, ни друзей, ни ваших членов семьи, но термин «тупые деньги» — это такая тема, это к разговору о сентименте, о экстремальном сентименте рынка. Просто это то, что действительно происходит. Тупые деньги действительно берут самые агрессивные, самые сильные позиции, в кавычках сильные, самые переборжеванные лонги на самом верху. И абсолютная противоположность этому тоже имеет место быть. Это когда люди экстремально напуганы, когда мы жестко упали. Обычно перед глобальным дном рынка эти же люди начинают продавать. Мы с вами это видели в марте 2020 года, когда фондовый рынок и биткоин упали на 40, 50, 60%. Помните, что делали рыночные менеджеры? И, кстати говоря, не только розничные, но и институциональные, менеджеры хедж-фондов и прочие тупые деньги, они все решили здесь продать и были экстремально помедвежно настроены. Все эти ребята на CNBC и Bloomberg говорили, чуваки, мы пойдем еще ниже, мы увидим, как рынок упадет еще ниже. Вот знак того, что делают тупые деньги. Это могут быть кто угодно, профессиональные трейдеры, институциональные трейдеры или ваш мамкин трейдер. Так что вот что происходит. Тупые деньги всегда становятся настроены экстремально помедвежьи в самое лучшее место для покупки. Когда вы видите, что люди настроены экстремально помедвежьи, это, скорее всего, знак того, что цена очень перепродана, и если вы видите очень пессимистичный настрой, то, скорее всего, это глобальное дно. Так что, ребят, я думаю, вы поняли. Тут, вернее, будет называть тупыми деньгами не только тех, кто не профессиональные трейдеры и инвесторы. Но я вам скажу так. Так, Уолл-Стрит — это самые большие тупые деньги в мире. Эти ребята сливали сток-маркет на самом дне. И вот что Гай Коин сказал про своего друга с Уолл-Стрит, который говорил ему, что биткоин — это кусок мусора, вали из него скорее. Конечно же, он был неправ. Так что это отличный пример того, как даже люди с Уолл-Стрит могут абсолютно ошибаться. И теперь я проиграю для вас клип из своего интервью, что Гай Коин говорит про то, кто такие тупые деньги. Давайте послушаем. Я никогда не говорил слова «тупые деньги». Это первый раз, когда я сказал эти слова. Что про толпу? Что ты можешь сказать про ментальность толпы? Мы ранее говорили про крипто. Ментальность толпы — это когда что-то набирает импульс. И это о страхе всё пропустить. И начинается давка, когда этот страх очень велик. И это то, когда рынок получает это крещендо. Это практически как в мультиках. Когда герой бежит-бежит, под ним заканчивается земля, ноги ещё перебирают, он смотрит вниз, а под ним нет ничего. Это то, что называется ментальностью толпы. Это нормально быть частью толпы, если вы вошли достаточно рано. Но если вы слишком поздно, тогда это становится проблемой. В плане тупых денег, я согласен с тобой. Существует какой-то клуб взрослых детей. Я говорил со многими людьми из Уолл-Стрит. Мои клиенты, которым я предоставляю торговые системы и портфолио, они все согласны, что очень много лимитированных талантов, если можно так сказать, на позициях, управляющих деньгами. Они не знают ни черта. Это невероятно, но это так. Как я говорил, тупые деньги — это что-то, чего я раньше не говорил. На мой взгляд, лучше сказать, невежественные деньги. Это деньги, размещенные невежественно. Например, у тебя может быть ставка на крипто, на акциях, биотех, на чём угодно. И если ты знаешь, что идёт качка, ты знаешь, что это в некоторой степени гэмблинг, как ставить на лошадь, окей, я не назову это тупыми деньгами, потому что ты знаешь, что ты делаешь. У тебя небольшая часть твоего портфолио, которое является такой высокорисковой фигнёй. Или чем-то, о чём ты не так много знаешь. А если у тебя слишком большая часть портфолио в этом, это будет не особо разумно. Вложение 80% своего портфолио в высокорисковую фигню, у которой ты ничего не понимаешь, и у тебя нету торгового плана, это не будет умно. Так что, я думаю, существуют разные способы называть деньги тупыми. Есть люди, которым повезло, а также есть люди, которым не очень повезло. Потому что они вошли, когда страх всё пропустить был... На пике. Царил. Да. И в итоге они инвестировали на вершине. Так что вот так вот, ребят. Спасибо большое за просмотр. Большое добохи всем нашим друзьям с Уэллса. Скоро увидимся в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok